Как в республике решают жилищный вопрос сироты многодетных семей? Сегодня это обсудили на совещании в Доме правительства. Исполнить государственные контракты в прошлом году смогли не все муниципалитеты. Проблемы члены правительства разобрали детально. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Обеспечить нуждающихся комфортным жильем – приоритетная задача. В этом году в республике новоселье должны сыграть более 150 семей участников госпрограммы. Целевой индикатор республики выполнен в течение года со 104 детьми. Заключены договора найма специализированного жилого помещения. Фактически в республиканском бюджете в 2018 году на обеспечение детей было предусмотрено 146,6 миллионов рублей. За время реализации программы, 6-18 год, было в год в среднем 148 человек. То есть в последние три года рост обеспечения жильем увеличился на 20% и в большей степени за счет средств республиканского бюджета. Но в прошлом году ряд муниципалитетов средства бюджета не освоили. Более 45 миллионов рублей за столицей региона. В доме, где и должны были получить квартиры, дети-сироты не успели смонтировать лифты. Дата новоселья сдвигается на февраль. Проблему обозначила и глава администрации Новочебоксарска. Пять квартир было приобретено уже после последних торгов. Заключены муниципальные контракты и осталось 1 миллион 42 тысячи 900 рублей. По этой цене не хватало немножко на приобретение 33 квадратных метра квартиры. Вообще возводить жилье по госпрограмме становится сложно. Застройщиков не устраивают цены за квадратный метр, особенно в столице региона. В августе только стоимость стала 34 тысячи квадратных метров. Но это еще с учетом отделки. То есть без заделки это около 30 тысяч рублей за квадратный метр в черновой отделке. На рынке города квартир с такой стоимостью практически нет. С учетом того, что земля дороже, спрос другой, себестоимость выше. Глава республики отметил, что власти муниципалитетов должны пересмотреть механизмы работы. По сути, госконтракты для каждого застройщика – это гарантированные заказы. Поэтому давайте своими структурными подразделениями, своей управленческой командой надо работать на результат. Но и муниципальные образования, получая эти средства, должны соответствующим образом провести публичные торги. Принимаем решение в пользу предпринимателей, кто занимается строительным бизнесом, кто строительством занимается. Там и земельные участки переводим, земель сельхозного назначения надо. Тогда обговаривать эти условия. В республиканском Минфине призывают муниципалитеты к дисциплине. Там, где появится риск неосвоения, бюджетные средства передадут другим районам. Лимиты текущего года нужно своевременно обеспечить проведение конкурсных процедур. При первом уточнении, с учетом предложения и муниципалитетов, и прокуратуры, и самого министерства, мы планируем увеличение на 50 миллионов рублей. Еще одна задача – постоянный контроль за работой коммунального хозяйства в морозные дни. Я обращаю внимание еще раз всех служб городского хозяйства, администрации районов и городов, для того, чтобы обратили на это внимание. Не дай бог какой-то несчастный случай. Не дай бог еще какой-то случай с летальным исходом. Сделать выводы необходимо и дорожным службам. После недавнего снегопада на трассах образовались километровые пробки. Такого повториться не должно, отмечает Михаил Игнатьев. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Продолжение следует...